Сурсоснабжающая организация «Ленобултеплоснаб» проводила гидравлические испытания весенние. Гидравлические испытания – это необходимость, это профилактические работы для подготовки к следующему отопительному сезону. Не выдержали сети, образовалось очень много аварийных ситуаций, которые «Ленобултеплоснаб» устранял. Но на данном участке от улицы Заводской до трассы Кола, основная подающая трудоба на город, и именно эти участки оказались самыми слабыми и не выдержали даже небольшого давления, оказались протечки. Протечки устранить «Ленобултеплоснаб» не смог на данный момент, но у администрации на эти же участки заключен контракт по замене этого трубопровода. Как я уже сказала, основной трубопровод у нас идет от улицы Заводской до трассы Кола. Протяженность этого трубопровода почти 2 километра, то есть это большой объем работ, который необходимо заменить в ближайшие годы. Уже с 2016 года администрация систематически подавалась в комитет ТЭК по участию в программе по замене этого трубопровода. В 2017 году была замена участка трубопровода, основной подающей трубы – это 430 метров. Мы подавались в последующие годы, вот в этом году мы попали снова в программу на два участка замены трубопровода, основного подающего на город. Это 25 октября от дома номер 3 до дома номер 9 – 330 метров. И участок в Сосновом Бару – 378 метров трубы. Должна быть замена. Конкурсные процедуры прошли, подрядчики определены. На участке в Сосновом Бару – это ООО «Энки» компания. На участке 25 октября дом номер 3, дом номер 9 – это компания «Инженерный дом». 5 июня контракты подписаны. Срок исполнения работ до 26 августа. Этот срок определен тем, что труба старая, могут вскрыться какие-то дополнительные виды работ, которых невозможно предусмотреть контрактом. Поэтому с подрядчиками уже все сроки оговорены, то есть все будут стараться исполнять свой контракт как можно быстрее. К сожалению, на участке новых домов, это Петрозаводская космонавта, в которой мы объявляли, горячей воды не будет, пока не будет замены этих двух участков. На старый район, эта горячая вода сейчас еще подается и будет подаваться, пока не будет замены трубы на участке 25 октября. Информацию мы дополнительно сообщим в СМИ и в интернете будет информация дополнительно размещена. У нас единственная прокола через трассу кола – это в этом месте. Поэтому у нас запасных вариантов, к сожалению, нет. Придется потерпеть, но учитывая то, что труба действительно 100% износом, мы оберегаем жителей от размораживания системы отопления в зимний период. Потому что мы понимаем, что если труба не выдержала давления даже небольшого при запуске, то в зимний период мы в любой момент можем оказаться, большой район может оказаться и не только без горячей воды, но и без отопления. Поэтому эти меры просто необходимы для нашего города и, конечно, жителей просим потерпеть. И также хочу дать информацию, что городская баня работает, она работает в штатном режиме. Если будет увеличение посещения жителей, они готовы дополнительно дни предоставить, банные дни для помывки. Поэтому с банщицами у нас уже был разговор предварительный, и они пойдут навстречу жителям. Если есть необходимость, увеличим помывочные дни в бане. Льготные билеты и сейчас существуют для жителей, которые не обеспечены горячим водоснабжением, для ветеранов Великой Отечественной войны, для пенсионеров. То есть есть талоны, которые можно прийти в администрацию, уточниться, есть ли льгота для конкретного жителя. Эти льготы не распространяются на конкретный район, это льготы для жителей Сестроя. Продолжение следует...